Нам нужен лес рук, лес рук, нам нужен лес рук, лес рук, лес рук, лес рук, лес рук, лес рук, да. До принятия христианства это значит, существовала ли письменность на Руси, в Древней Руси, периода Древней Руси. И я на всякий случай напоминаю, что Древнерусское государство, ну по мнению многих историков, возникло где-то в IX веке, и существовала до периода татаро-монгольской раздробленности и объединяла всех восточных славян, к которым и относится наш русский язык, о котором мы сегодня с вами и будем говорить. Мы сегодня говорим о письменности Древнерусской. Ну я напомню, Древнерусский язык – это язык восточных славян, это древний предок всех наших восточных славян, украинцев, белорусов, русских, это был живой язык, на нём разговаривали, на нём общались, начиная от древнерусских племён, которые были по территории распространены, ну вот где-то на территории современной Восточной Европы до Поволжья. Хотела бы сразу сказать, что наша зона Нижегородская, Окска, Волжская, вот это междуречие, это зона позднего заселения, это у нас то, как Есенин сказал, когда-то замешалась Русь в Мордвее чуде, славяне здесь появились, конечно, чуть-чуть попозднее, именно восточные славяне. Ну и что ещё интересно, древнерусский язык – это тот язык, на котором говорили, он имел устную форму, и с X века письменная форма. Основная версия происхождения письменности, я думаю, этой аудитории, ну я вижу здесь гуманитариев, она достаточно хорошо знакома. Письменность для славян создавалась греческими, византийскими священниками, впоследствии монахами, Константином – философом в крещении, Кирилл, поэтому он так нам известен, и его старшим братом Мефодием. Вот они как раз-таки составляли письменность для западных славян, для того, чтобы богослужение пошло, я напоминаю тем, кто это забыл, для того, чтобы богослужения стали вести именно на славянском языке. До славянского периода церковного богослужение велось только на трёх языках, греческий, древнегреческий, латинский и древнееврейский. Именно эти языки были освящены кровью Иисуса Христа. Я напоминаю, это была надпись сделана на этих языках на кресте, на котором Иисус был распят. Ну и что ещё интересно, первые тексты, которые мы получили, вот они были текстами церковными. Старославянский язык не был языком устного общения, на нём никто никогда не говорил. Кирилл, а он главный теоретик создания славянской письменности, Кирилл это делает для того, чтобы можно было перевести греческие богослужебные книги. Ну, Мефодий при нём был, я так всё время говорю, он был домохозяином. Он его опекал, он ему помогал, это был старший брат. В семье, кстати, было шесть детей, вот как раз таки Мефодий старший, Кирилл младший. Но вот оба они положили жизнь свою во славу нашей русской или славянской словесности. Ну и, конечно, первые книжники, первые грамотные люди на Руси, безусловно, были представители духовенства. Мнение и гипотезы. Те тексты, которые дошли до нас, реальные, о которых мы можем судить о письменности у славян вообще, не только у восточных, это тексты, которые были написаны двумя типами азбук, глаголица и кириллица. Названия условные. Кириллица – это не значит, что её создавал Кирилл. Есть мнение, что Кирилл создавал глаголицу, а кириллица – это переделка, это целая детективная история. Хотите познакомиться с ней? Назову источники, где это можно послушать. Но, но, но. Итак, создавая письменность для церковных нужд, для православия, Кирилл и Мефодий создают эту письменность для всех славянских народов, южных славян, западных и восточных. У западных там беда, правда, случилась, не прижилась эта письменность. Людовик Немецкий потом захватил те государства, где начиналась вот эта славянская миссия Кирилла и Мефодия. Ну, а на Балканах, в Болгарии, Сербии, Хорватии, вот у нас это сейчас старославянский язык до сих пор жив в виде языка церковного богослужения. На нём, повторяю, не говорили. А вот есть версия, мне не гипотезы, что у восточных славян, у наших с вами предков, письменность-то существовала до того, как её создал и Кирилл и Мефодий. Этому были особые предпосылки. Что именно? Вот когда Русь приняла христианство, оказалось, что мы были к этому принятию христианства и новой культуры готовы. Почему? Ну, потому что уж очень быстро всё это распространялось. Посмотрите, сразу создаются, ну, храмы, понятно, да, книги переписываются, создаются школы при храмах, учеников набирают для того, чтобы они переписывали древние тексты. Тексты писались от руки на пергаменте, выделанная кожа телёнка или ягнёнка молодого, то есть это был особый материал. В нашей ленинской библиотеке, вот здесь, на Варварской, я обещала, кто-то, наверное, был, нам показывают вот эти древние тексты, там текст 13 века есть написанный на пергаменте. Правда, он, этот текст на латинском языке написан, но сам вариант этого текста, он необычайно хорош. Так вот, что ещё? Создаётся школа переводчиков, переписчиков, то есть получается, что и сразу создаётся не только церковная литература, но и светская. Что такое светская литература? Повести, летописание Ярослав Мудрый начинает, это сын Владимира Крестителя Руси. И, соответственно, вот к X веку, к концу X века Русь, в принципе, была уже готова к тому, чтобы принять чужую культуру и присвоить её, присвоить в хорошем смысле слова, её синтезировать и сделать её своей культурой. Вот она, славянская письменность до Кириллицы. Вот я уже сказала, есть мнение, и я думаю, что оно сейчас всё больше и больше будет развиваться и будет аргументироваться. Есть мнение о том, что письменность у восточных славян до Кирилла всё-таки была. Как она выглядела? И часть учёных считает, что это как раз та самая глаголица, о которой идёт речь. Знаки глаголицы, вот там они выписаны более крупно, в крупном формате. Посмотрите, они совершенно не похожи, ну или не очень похожи на привычное нам Кирилловское письмо, которое сейчас у нас есть. Посмотрите, однако состав алфавита этой азбуки, порядок следований звуков и букв, графем так называемых, он очень напоминает нашу привычную кирилловскую азбуку. Азбуки, вяди, глаголь, добро, есть, и живете, взяло, земля, ну и так далее. Но вот одно из мнений о том, что глаголица-то создавалась у нас. Почему глаголица очень древняя? Глаголица очень древняя, потому что обнаружены особые виды текстов, которые называются палимпсесты. Палимпсесты от греческого палео, что значит соскабливать, смывать, сдирать. Я сказала, писали на коже, на пергаменте, на коже телёнка или ягнёнка, материал был страшно дорогой, очень дорогой. И чтобы как-то воспользоваться для новых нужд, старый текст стирался, соскабливался, и на него наносился новый. Нам тут помогают физики и химики. Это ультрафиолет, инфракрасные излучения, рентгеновские лучи, ну и все остальные штучки, о которых нам и знать не надо. Но это свидетельство того, что глаголическая азбука стёрта, глаголический текст, а поверх написан кирилловский. Что это значит? Это значит, видимо, что сначала и более древние тексты, как раз-таки вот эти тексты глаголические, а кирилловские более поздние кириллические тексты. Другие доказательства более раннего появления глаголицы, вот он, этот глаголический текст, ну, из тех евангелий древних, которые дошли, а именно церковные евангельские тексты дошли до нас, потому что старославянский язык для церковных нужд создавался, так вот, и как раз-таки наиболее древние тексты, конечно, были написаны глаголицы. Я вам скажу больше, в Хорватии до 17 века именно глаголица использовалась как вариант церковного письма. В Хорватии, 17 век, это совсем недавно для языковой истории, прямо вот почти вчера, так ведь получается очень и очень недавно. Ну и имеются свидетельства и факты того, что вот эти глаголические знаки появлялись когда-то ещё в более ранние эпохи. И давайте попробуем перейти к этим доказательствам. Вот время происхождения глаголицы доподлинно неизвестно, но некоторые неофициальные источники говорят, что это III-V век. Сам старославянский язык создавался в середине, во второй половине IX века на Русь. Он пришёл с крещением Руси в X веке, это так, по датам. Ну и вот смотрите, что. Первый и самый, наверное, загадочный и самый реальный факт существования письменности у славян это так называемый фестский диск. Это диск, который обнаружен в городе Фест на острове Крит. Крит, представляем, Средиземное море, откуда там славянское письмо? Загадка, до сих пор никто не знает. Понятно, что критское письмо давнее, известное, это глиняные таблички, там клинопись и всё такое. Но вот где-то в начале XX века, вот тут написано, в 1908 году Луиджи Пернье при раскопках города Фест на Крите обнаруживают один диск, одну табличку, которая сделана, эта табличка, из глины, которой нет на Крите. Всё остальное критское, своё, родное. А вот этот диск и знаки там совсем другие, не те, что были связаны с критским письмом вообще. И вот Фестский диск – загадка. Это вот остров Крит и дворец, который раскапывали археологи. Вот он сейчас выглядит примерно так. Лето, хорошо, всё красиво, развалины. И вот на этих развалинах этот диск был обнаружен. Вот изображение этого Фестского диска, две стороны, и датируется он, посмотрите, практически два тысячелетия до нашей эры. Ну и если говорить ещё примерно 900 лет, ну или сколько-то, то этому диску почти 3000 лет. Что на этом диске? Ну здесь вот сейчас не видно, это вот глиняные, две стороны он имеет, совершенно отчётливое изображение. Это прорези на нём, первая и вторая сторона. И вот тут более отчётливо, вот это знаки одной стороны Фестского диска. Я одну только сторону показываю. Посмотрите, пожалуйста. Те, кто знаком с историей международного письма и письменности, вообще сразу скажут, что это на что-то очень похоже. На что? Округ эта история. Ну посмотрите, вроде бы это рисуночки. Похоже ведь на рисуночное письмо. Вот эти знаки Фестского диска, посмотрите, где-то там типа шкуры что-то, где-то там человечек, где-то голова человечья. Смотрите, кто-то говорит, что это очень похоже на начало иероглифики, кто-то говорит, что это знаки, которые соответствуют каким-то слогам, ну каким-то языковым единицам. Ну понятно, что это не просто картинка. Верно ведь, да? Это не просто картинка, а это то, что позволяет говорить о том, что это какая-то письменность. Что за особенности есть на этом Фестском диске? Общее число знаков небольшое, ну чуть побольше двухсот, но отдельных-то знаков повторяющихся, их всего 45. Что это? Буквы, слоги, какие-то знаки. И вот такое минимальное количество очень трудно поддаётся расшифровке. Ну сложно сказать о том, что. Дальше. Точное назначение, время и место изготовления этого диска неизвестны этих знаков. Я сказала, что глина не та и знаки не те, что на Крите были. Ну и до настоящего времени нет ни одной общепринятой расшифровки, а за расшифровку берутся все, кому это интересно. Это физики, ну начинаю, это историки, археологи, лингвисты, физики. И сегодня я расскажу ещё об одном учёном, который вошёл просто в историю изучения Фестского диска, он геолог. Но вот что там на Фестском диске? Иероглифы или графемы? Иероглифы – это рисуночное письмо, рисунки, перешедшие в идеограммы. То, что примерно есть сейчас в китайском языке. Япония уже от этого отошла, от своих иероглифов. Или графемы. Графема – это знак, это буква. Вот они знаки Фестского диска. Вот они здесь выписаны, посмотрите. И вот здесь на английский режим они переведены очень похоже. Посмотрите, вот как пытаются расшифровать. Видно это, да? Я продолжаю. Так вот, Геннадий Станиславович Гриневич. Живой, здравствующий, слава богу. Геолог по образованию, географ. Ну, практически большую часть своей жизни посвятил расшифровке вот этого Фестского диска. В научных кругах гуманитарных его называют автором псевдоисторических каких-то идей происхождения письменности. Он считает, что вот эта древняя письменность у нас существовала. И Фестский диск, по его мнению, был перенесён с прародины славян, которую он там расшифровывает. Рыси-юния. Сидящие здесь филологи, которые уже знают что-то, мы говорили, что И и У два звука, которые практически могут совпадать. Правильно, да? Поэтому вот Рыси-юния и Руси-юния, Русь вот для Гриневича это, видимо, одно и то же историческое место. И он считает, что когда-то по какой-то причине древние Русины эмигрировали, прошу прощения за современное слово, переселялись и, соответственно, вот они уже обосновались вот где-то на других территориях. Ну, это просто его перевод Фестского диска. Вот видно ли это, прочитайте. Вот здесь мне не очень видно, отсвечивает. Ну, он пишет о том, что очень много горести довелось народам Рыси-юния испытать, когда они жили на своём исконном месте, потом они перебирались на другое место, потом Господь им разрешил перебраться, дал силы на другие места, ну и теперь они вот живут на новом месте, защищайте это новое место днём и ночью, не место, а волю, волю. Ну, не могу не сказать только два слова. Простор, воля, свобода для славянина. Вроде бы это синонимы, а на самом деле это понятия достаточно разные. Рекомендую Дмитрия Сергеевича Лихачёва, который об этом говорит. У нас всегда парные понятия. Ум, разум, воля, свобода, ну и так далее. Об этом можно говорить многое. Ну и надпись на стороне «Будем жить, служа Богу», вот на этом новом месте. Мы двигаемся дальше. Второй текст, который как будто бы доказывает существование письменности до Кирилла и Мефодия у славян, это так называемая Велесова книга или Влесова книга, которая написана особой азбукой. Она получила название по имени этой Велесовой книги Велесовица. Бог Велес, покровитель мудрости и знаний. На самом деле изначально Велес был покровителем, он был у славян скотьим богом, покровителем скота. Почему для славян это было важно? Даже записанные на латыни наши договоры русских князей с греками в Византии, там написано, что византийцы клялись богом Иисусом, а наши, простите, я имею в виду восточные славяне, русичи, клялись скотьим богом, потому что передвижение на ослах, лошадях было очень важным. И первоначально ведь наши предки тоже не были народом оседлым, это первоначально тоже очень важную роль играл скот в жизни. Только вот Велес. Велес или Влес, это старославянский вариант слова. Влесова книга, историю её рассказывать не буду, надо тут не один час об этом говорить. Это якобы написанные на буковых дощечках первоначальные дохристианские знаки. Когда Русь крестилась, эти знаки, вернее так, эти дощечки, скреплённые ремнями кожаными, 35 этих берёзовых дощечек, формата 30 на 30 см, вот такие вот, когда они истлевали, их переписывали, это были буквы или берёзовые, повторяю, дощечки, а вот когда Русь крестилась, всё языческое уничтожалось, да, вот. И поэтому вот только в Новгороде якобы, в Лесовой книге нет, реально её нет, есть только перерисованные художником вот знаки с этой книги. Значит, вот она там в Новгороде была, потом в годы Великой Отечественной войны обнаружилась где-то в Смоленской или Орловской области, затем дальше её находят в Германии, как вот вывезенная вместе с какими-то вот фактами другими нашей культуры, потом вдруг где-то в Америке, ну, а в Велесовой книге заговорили в конце 80-х, 90-х годов XX века, тоже недавно. Ну, мне довелось побывать на встрече с Борисом Александровичем Рыбаковым, что-то у меня зашумело, нормально всё? Рыбаковым, Борис Александрович Рыбаков, он автор исторических книг «Язычество древних славян», да, вот это вот происхождение славян, он считал, что Велесова книга это подделка, это просто какой-то вот на злобу дня выполненный артефакт, но на самом деле очень многие в него верят. Древняя славянская письменность IX века, вот он посвящён богу богатства, мудрости на дощечках и содержит молитвы, легенды, рассказы о древней славянской истории. У Велесовой книги свои идеологи, там был Гриневич, а здесь, а, пока фрагмент, о чём? На всякий случай, вот знаки, посмотрите на эти знаки, вроде бы глаголица, похоже то, что я показывала, да, видно? Так, вроде бы и что-то от кириллицы есть, да, вот, что-то непонятно чего, вот это та самая Велесовица, о которой я говорила. Ну вот, о чём повествует? О тех древних героях и воинах, которые были у славян. Славянские мифы здесь описываются, а сколь темный воин, да, вот, пожалуйста, а сегодня грекам сообщаем, что нет никаких русов, есть только варвары, но мы можем это только осмеять, ну и понятно, поскольку были кимры, ещё кто-то, ну, то есть это вот фрагмент этой книги. Так вот, идеологом Велесовой книги является Александр Игоревич Асов, и если вы заглянете даже сейчас вот на полке наших книжных магазинов, очень много книг под его именем, и мифы древних славян, мифы восточных славян, и вот сама Велесова книга, которую он переводит, всё это есть. Новое понимание того, что это вот из нашего курса учебного, те, кто со мной работал, новое понимание того, что письменность у славян действительно была до появления христианства, связано с именем Черноризца Храбра. Черноризец Храбр – это один из учеников Кирилла и Мефодия, который в Болгарии в древней создает сказания о письменях, где он описывает реальное положение дел. Он пишет, прежде оба славяне не имев он книг, прежде славяне книг не имели, но чертами и резами, вот они, черты и резы, читали и гадали, будучи погаными, погаными язычниками. Вот, пожалуйста, черты и резы – это славянские руны, сейчас на рунах гадают все, кто угодно, возьмите любую бульварную газетёнку, всё мы это увидим с вами, всё там присутствует, но это так, на всякий случай. Но это славянские письмена. Руны – это до сих пор загадка науки графологии, потому что руны обнаружены скандинавские, германские, славянские, в Сибири руны были недавно обнаружены. Следующие факты, говорящие о том, что Русь, восточные славяне были поголовно грамотными – это новгородские берестяные грамоты. Новгородские берестяные грамоты были обнаружены в середине XX века, но их было столь только, что и самые древние грамоты, конечно, датируются XII веком, это уже время, когда Русь приняла христианство и использовала кирилловскую азбуку. Но тем не менее, именно в этот период по берестяным грамотам видно, что это поголовное распространение грамотности в Новгороде Великом. Кстати говоря, потом эти грамоты находили в Пскове, большое количество псковских грамот, в Москве, но и вот я здесь не написала. Последняя берестяная грамота в Новгороде, нет, сначала в Москве была найдена в 2010 году, это совсем недавно, а вот самая последняя, если так можно сказать, в Новгороде Великом в 2021 году, это в прошлом году еще одна грамота была обнаружена. Вот о том, что здесь грамотность распространена, свидетельствует то, что новгородские грамоты писали дети, есть грамота мальчика он в фильме, где он азбуку там изучает и рисунки какие-то изображает, есть грамоты, написанные женщинами, девчонки, женщины на Руси были грамотными, русские княжны, дочери Ярослава Мудрого, выходя замуж, там за границей писать умели, а их высоко поставленные венциносные супруги ставили только оттиск пальца на документах. Ну вот мы знаем, Анна Реина, королева Франции, поставила свою подпись, будучи в 12 веке дочерью Ярослава Мудрого. Ну вот это писали писалом, понятно, это палочка из кости какая-то на внутренней стороне бересты, и береста это очень хороший материал, он мало поддаётся гниению, порче, поэтому вот эти грамоты до сих пор и обнаруживают. Ну вот одна из них, я вам, наверное, показывала грамоты разного характера, они были и вот когда и пишут женщины, а вот эта вот грамота, посмотрите какая, слуга пишет своему хозяину, что вот с сигами они ещё позадержались, сиг это рыба, да, они будут позднее, то есть посмотрите, вот эта грамотность, он просит прощения за задержку с отправкой рыбы. Ну вот, значит, грамоту знали не только и хозяева, но и слуги, я повторяю, и женщины, и дети. Не могу не сказать о личном впечатлении, новгородские берестяные грамоты мне удалось увидеть в Новгороде Великом, они хранятся там, а не в столичных музеях или архивах наших, они хранятся там, в своей собственной публичной библиотеке, в Кремле Новгорода Великого. Кремль расположен на берегу Волхова, там, соответственно, памятник тысячелетия Руси есть, и вот рядом эти палаты, я бы так сказала, палаты библиотеки. В библиотеке эти новгородские грамоты хранятся. Я уже кому-то говорила, что, будучи студенткой, мне пришлось там писать свою дипломную работу, собирать там материал дипломную работу, меня туда отправил мой научный руководитель, и, соответственно, вот я там эти грамоты видела. Наверное, я там была первый и последний раз. Ну, насчёт последнего не знаю, но первый раз. Посмотрите. Итак, новгородские берестяные грамоты. Свидетельство грамотности Древней Руси. Что есть ещё? Другие источники. Граффити. Это изображение надписи, нацарапанные на каких-то твёрдых поверхностях. До сих пор находят обломки пряслиц, какие-то камни, куски кувшинов, корчаги. Это специальные такие ёмкости для хранения сыпучих или жидких материалов. Ну, эти надписи обычно тоже были связаны с Богом, и обычно писали «Господи, помози». После этого начиналась как раз просьба, и опять грамотные древние грамотные люди, грамотные русины, наши предки, настолько были хороши вот в этой своей письменной компетенции, как бы мы сегодня сказали, что они, пожалуйста, они даже шутки писали на камнях, на каких-то твёрдых поверхностях. Вот посмотрите, кто-то пишет «Яким стоя успел». Успел – это усопнул, уснул, стоял и уснул в церкви. Или посмотрите, Кузьма, видно, кто он? Порося, Кузьма-порося, вот вам дразнилка. Порося, понятно, что это поросёнок, так же, как козля, ягнятеля, так назывались детёныши живых существ в древности. Ещё один памятник, о котором не могу не сказать – эпиграфика. Эпиграфик – это тоже эпиграфы. Эпиграфик – это наука, которая как раз изучает вот эти надписи на камнях, на твёрдом материале, на бересте. И имеются сведения, что вот эти, будем называть памятники, есть очень древние. И один из них, подлинный памятник, который сохранился, это так называемый знаменитый Тьму-Тараканский камень. Тьму-Тараканский камень, виден ли он? Вот этот Тьму-Тараканский камень был обнаружен у нас в XIX веке. Сначала он хранился в Тьму-Таракани. Тьму-Таракань – это современный город, находится на Таманском полуострове. Это тот самый город, где Лермонтовский Печорин испытал романтическое приключение с Сундиной. Тьму-Таракань – это Тамань. Вот будучи там, на Таманском полуострове, я тоже очень хотела увидеть этот Тьму-Тараканский камень. В первый год не удалось, вот второй год, когда там получилось Тьму-Тараканский камень, его перевезли в Эрмитаж. А в Тамане, в историческом музее оставили его точную копию, сделанную на камне. Вот она так выглядит. Вот что написано. Это я написала кириллицей, посмотрите. В лето 6576 Глеб князь мерил море по леду от Тьму-Таракани до Корчева и намерил такое-то количество сожжений. Что мерил Глеб князь? Море по леду от Тьму-Таракани до Корчева. Он измерял ширину Керченского пролива, того самого пролива, где сейчас построен знаменитый Керченский мост. Я не буду дальше говорить об обломках пряслиц, о корчагах есть, о сосуде из села Алеканово Рязанской губернии. Просто я хотела бы сказать, что другими источниками являлись еще и фрески церковные. Посмотрите, и опять Новгород Великий или что-то здесь. Почему Новгород Великий я все время упоминаю? Это то место, тот наш север славянский, куда не дошли татар-монголы. И там не было истреблено множество вот этих памятников, которые погибли и в Киеве, и в Переславле около Киева, и в этих землях, и в Чернигове. Ну и вот смотрите, здесь страшный суд, картина, а на небе человек и бес, то есть совсем бытовая картинка. Общие выводы, я боюсь вас утомить, поэтому смотрите. Конечно, вопрос о грамотности Древней Руси до сих пор остается дискуссионным. Он ждет своего решения. Решение это может объективно быть принято только тогда, когда будут найдены реальные тексты, написанные на другом варианте письменности, на другом варианте азбуки. То, что я сегодня показывала, это кусочки, это отрывки, это мнения и гипотезы. Что-то из них вполне достоверно, но тем не менее это наши реальные, я бы сказала, предположения. Видите, аксюморон какой, предположения реальные. Самыми распространенными и авторитетными, конечно, являются теории, связанные с тем, что изопретение славянской письменности – это славянский подвиг Кирилла и Мефодия. Это старославянский язык. Напоминаю, старославянский язык не древнерусский. Древнерусский из него не вырастает, но они очень близки, очень похожи, особенно в своей архаичной древности. И старославянский язык – это был язык нашего духовного общения, общения человека с Богом. Сейчас он таким же и остаётся, но в виде варианта церковно-славянского. И, наконец, последнее. Доказательства существования письменности у славян вполне реальны и объективны. Я благодарю вас за внимание. Я очень надеюсь, что новое знание вы сегодня какое-то получили. Нам нужен лесру, лесру, нам нужен лесру, лесру.